здравствуйте дмитрий да меня зовут николай менеджер контроля связываюсь по поводу вашего заказа с ножами ручной работы хотел бы узнать у вас в каких числах вам будет удобнее подойти на почту хорошо так и укажем заявочки будем вас ожидать всего хорошего до свидания здравствуйте вас приветствует интернет-магазин ваш заказ на ножи ручной работы прибыл в ваше почтовое отделение приходите на почту с паспортом и деньгами и получите заказ посылку можно получить без почтового извещения не ждите идите прямо сейчас номер посылки мы выслали вам в смс мы приготовили для вас специальные предложения заберите заказ и мы пришлем ссылку с персональными скидками здравствуйте это почтальон а мне бы дмитрия сергеевича нет такого просто посылки написано именно этот номер и очень нету да саламахин дмитрий сергеевич здравствуйте вас приветствует интернет-магазин напоминаем что ваш заказ на ножи ручной работы прибыл в ваше почтовое отделение уже несколько дней ждет вас приходите на почту с паспортом и деньгами и получите заказ посылку можно получить без почтового извещения номер посылки мы выслали вам в смс не ждите идите прямо сейчас мы приготовили для вас специальные предложения заберите заказ и мы пришлем ссылку с персональными скидками здравствуйте на данный момент все операторы заняты пожалуйста оставайтесь на связи мы скоро вам перезвоним здравствуйте ваш заказ уже четыре дня находится в почтовом отделении почта россии хранит вашу посылку всего 15 дней взимает дополнительную плату за хранение чтобы не платить лишнего поспешите приходите на почту и получите заказ трек номер мы выслали вам в смс мы приготовили для вас специальные предложения заберите заказ и мы пришлем ссылку с персональными скидками здравствуйте ваш заказ на ножи ручной работой уже шесть дней ждет вас на почте вы обещали забрать заказ вовремя но до сих пор не забрали тем самым нарушаете устный договор который заключили при оформлении заказа надеемся на вашу порядочность заберите посылку в ближайшее время и мы пришлем ссылку с персональными скидками номер посылки мы выслали вам в смс алло здравствуйте дмитрий сергеевич здравствуйте меня зовут анастасия менеджер контроля отдела вы по заказу вы ранее оформлены заказ на на жирочной работы хотели уточнить если на сообщении стрек номером вы сохранили и когда сможете подойти на почту получить заказ через месяц могу я сейчас на больничном я сейчас в этом как он называется мытищик лежит в каких числах примерно не знаю через месяц ведь в инфекционке меньше не держит вы можете сюда переслать посылку дмитрий сергеевич к сожалению нет мы можем переоформить ваш заказ на близко вам человека либо кому вы доверяете не никому не доверяю ну тогда ждать остается месяц а когда вас положили в больнице 17 июня посылка прибыла 18 ну и до 18 июля она будет храниться в почтовом отделении я думаю вас выпишут до этого времени я не знаю дмитрий сергеевич если у вас есть возможность вы можете подойти в почтовое отделение мытищи чтобы они перенаправили заказ я в инфекционке лежу тут никого не выпускают ну так а почему вы говорите чтобы мы перенаправили туда чтобы там получить посылку прямо в больнице ну вам в больницу никто не отправит ну тогда все тогда ждем выйдешь тогда продолжим ну так а почему вы не оператору не сообщили что вас положит в больницу в смысле меня положили в больнице я звонил у вас телефон говорит оператор вечно заняты а значит нет обратной связи до отправки заказа в смысле причем тут до отправки я вам звонил на ваш телефон указанный вами в смс и мне робот говорил оператор вечно заняты зачем мы это самое занимаемся Дмитрий Сергеевич вы оформили заказ 13 вы почему меня перебиваете есть объяснение у вас логическое потому что я поняла вас вы меня поняли а я вот не понимаю я как раз собираюсь сейчас уточнить с вами один маленький один маленький вопрос компания у вас называется ай сток вот телефон значит что мы звоним туда да как называется компания громкую связь в данный момент все операторы заняты с вами свяжутся первые освободившиеся специалисты вот что говорит ваш номер телефона и говорит он так всегда а почему он так у вас говорит я вот звоню вам а он вот так вот говорит почему если сейчас я общаюсь вам был отправлен номер телефона для консультации он 24 часа на 7 так ведет себя не зависимо от того в какое время я звоню я же звонил не раз по этому номеру телефона и не один я звонил по этому номеру телефона из других телефонных аппаратов я звонил 24 часа на 7 он так себя ведет вот а насчет когда звонить ну вот вы мне сейчас будете звонить параллельно вы мне будете сейчас параллельно звонить другого аппарата у меня откроется вторая линия а у вас даже первые не открываются мы звоним с компьютерной программы ай пи телефонии исходящие звонки Дмитрий Сергеевич responde я shore телефон ее и лайк 3 телефони что такое пи телефони это гола завёрнутая вот ничего в этом особенно вот вы мне сейчас звонить на айпе телефон и никаких же проблем нету Вы мне звоните на IP-телефон. У меня IP-телефон. Я вам звоню с компьютерной программы. Ну что, что с компьютерной программы звонить? Я вам не звоню. Вы мне объясните, почему у вас нету обратной связи. Вы вот начали предъявлять, не прицелитесь. А, нет, вам было отправлено. Может мне еще раз набрать номер телефона, по которому вы... Какой номер телефона вы набираете? Тот, который вы мне прислали в смс. Какой вы мне в смс-телефон присылали, вы помните? Нет? Я звоню вам с отдела доставки. Хорошо, вы продиктуете номер телефона, с которого вы звоните. Я не вижу номер телефона. Я даже вашего номера телефона не вижу. Вы скрываете? Кто скрывается? Вы можете поверить ИНН, но ГРН наш юридический адрес. Подождите, если вы не знаете своего номера телефона, значит вы скрываете? Я звоню с компьютерной программы, Дмитрий Сергеевич. Вы прислали мне смс-ку. В смс-ке вы указали номер. Что если у вас возникли вопросы по заказу на нашей ручной работы, оставляйте повторную, оператор перезвонит. Что за повторную, что это за русский язык такой, я не знаю. Далее номер телефона. На этот номер было совершено порядка миллиона звонков с разных телефонных аппаратов. И знаете что? Там всегда один и тот же робот говорит одно и то же. Что вы мне будете перезванивать. Это говорит о том, что у вас обратная связь, обратная связь не работает. Вы скрываете. Почему вы это делаете? Я не знаю. Дмитрий Сергеевич, давайте я вам отправлю еще один номер телефона. Давайте отправляйте. Для консультации. Давайте. Вы звонили на консультацию с вами общались. Нет, подождите. Вами общался оператор 14-го. Подождите. Дмитрий Сергеевич. Я жду отправки телефона. Дмитрий Сергеевич, минуточку. Ничего больше не слышу. Бе-бе-бе-бе-бе. Вы оформили номер телефона. Номер телефона, пожалуйста, присылайте. Дмитрий Сергеевич, если бы вы лежали в больнице, вы бы не таратурили так, Дмитрий Сергеевич. Я всегда так таратурию, потому что у меня такой стиль жизни. Вы что, я с хохлами по-другому не умею. Ну так вы что, мне пришлете сейчас номер телефона или нет? Дмитрий Сергеевич, я вам отправлю номер телефона. Не вижу. Вы скажите, каких часов вы сможете подойти на путь, чтобы получить не так. Номер телефона не пришел. Но я как могу вам отправить одновременно номер телефона, если я с вами общаюсь? В смысле? В смысле как? Вы звоните сейчас мне на IP-телефон. Чем проблема-то? Чик телефоне, Дмитрий Сергеевич. Я звоню с компьютера, я вам не звоню с мобильного телефона. Да мне нахрать такого аппарата вы звоните, хоть с кофеварки. Одновременно я вам не могу отправить смс-сообщение с номером телефона для консультации, одновременно с вами общаюсь. Ну хорошо, ждем от вас смс-ку с номером телефона, на который я перезвоню. Да, подскажите, в каких числах вы сможете подойти на почту. Я не получил смс. Я не получил смс. Хорошо, после смс-сообщения я вам перезвоню. Давайте звоните. Хорошо, мы проверять будем номера, да? Хорошо. Ожидайте смс. Ожидаю. Алло. Алло, здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, еще раз. Здравствуйте. Поступило вам смс-сообщение с номером для консультации? Сейчас будем смотреть, что у нас тут есть. Представили номер Санкт-Петербурга? Номер для консультации. Номер для консультации Санкт-Петербурга, да? Да. И через сколько звездков там снимают обычно трубку? Дмитрий Сергеевич, к сожалению, на этот вопрос я вам не могу ответить. То есть вы мне дали номер телефона, на который никто не снимает трубку? Во всяком случае, вам ответят. Никто не отвечает. Вот мы сейчас с вами ведем диамет, и там никто не отвечает, представляете? Возможно, обеденный перерыв. Обеденный перерыв, как интересно. Либо оператор занят. Ну, оператор занят. А мне кажется, что это телефон просто так, абы какой-то. Это не абы какой-то, Дмитрий Сергеевич. Телефон мне кажется. Ну, я же вам не отправила. Вы мне сказали, вот здесь все скинулся, вызов завершен. 51 секунду, звонок шел, вызов завершен. Нет, вы не тот номер отправили. Вы отправили номер, на котором никто не отвечает. Еще раз пробуйте звонить, Дмитрий Сергеевич. Я уверена, что вы сможете дозвониться. Давайте еще раз наберу. Прямо вот, не заканчивая с вами разговор, сейчас мы наберем еще раз. Так, вот он пошел, звонок, вот он, динамик. Давайте смотрим, что будет. Гудит. Какой номер вы набираете? Который вам отправился на субтитры? Как вы прислали? 812-629-6620. Гудит, и ничего не происходит. Видимо, этот телефон никто не снимет в руку. У вас проблемы с обратной связью. Я это давно заметил. Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Сергеевич, у вас все там скучно, и оперативно обязательно перезвонил. Я специально, когда вот еще оставил заказ, перезвонил вам, хотел оставить полезную для вас информацию, но трубку никто не снял. Поэтому я не стал вам оставлять полезную информацию. Ладно, я вам сейчас ее передам. Меня зовут Дмитрий Сергеевич. Но вы эту информацию не смогли. Вы не смогли эту информацию получить, потому что вы не снимаете трубки с телефонов, когда вам звонят. Когда мне звонят, я говорю, я Дмитрий Сергеевич. А когда я звоню, я называю свои реальные фамилии, имя отчества. Вот в этом наша с вами разница, понимаете? Когда мне звонят левые какие-то люди с Украины, я им представляю с Дмитрием Сергеевичем. Почему вы решили, что с Украиной, Дмитрий Сергеевич? Какое отношение имеет Украина? Вы знаете канал, мошенники звонят по телефону. Ваш голос там в топах. Дмитрий Сергеевич, а какое ваше реальное? Не могу вам этого сказать. Когда я звоню, могу сказать. Почему? Мне звонят, не могу сказать. Я шпион украинский, скрываюсь от Украины, потому что я у них сало не покупаю. Как вы представляете сегодня Дмитрий Сергеевич, с какой целью вы оформили заказ? Дмитрий Сергеевич, с какой целью вы оформили заказ? Я бесцельный это сделал. Мне было интересно, что будет, если оформить заказ. И я оформил заказ. А что случилось? Я не мог оформить заказ? Мне кажется, любой мог оформить заказ. Ничего не случилось, так вы оформили заказ. Значит, вам нужен был товар, верно? Товар-то мне нужен был. Но, к сожалению, то, что вы отправили... Не-не-не, то, что вы отправили... ...в посылочке в почте умодлинись. То, что вы отправили в посылочке... Ну, почему отклоняйте, если вам предоставила реальный номер телефона? Вот видите, у вас есть телефон только перезвонов. У вас нет телефонов с неоментрубок. У вас есть телефоны только перезвонов. Ну, атернатор был же, значит... Не-не, я сейчас вас при вас наберу, и он снова не снимет. Так получилось, что вы обманываете людей, присылаете им канцелярские ножички по 300 рублей, и потом звоните по телефону и угрожаете. А вы знаете, существует такая процедура... Существует такая процедура... Вы будете пиздить или слушать ответы на вопрос, а? Рожи, блядь, хохлядские. Вам отвечают на вопрос, вы, блядь, вставляете каждое слово свои пять копеек, блядь. Вы взрослые разумные человек, и вы это говорите. Разговариваете, блядь, нормально, блядь. Разговариваете нормально. Вам отвечают на вопрос, завалили ебалые, слушайте ответ, блядь. Чё непонятно-то, я не понял. Объясняю вам, блядь, вашу ситуацию, как вы это всё делаете. Нет, блядь, сидит, блядь, сука, в каждые, блядь, пять секунд своё ебло вставляет, блядь. Иди торгуй еблом, блядь, в другом месте. Хуйблёйся на, блядь. Хуйблёйся, Дмитрий Сергеевич, я вас очень плохо слышу. Хуйблёйся, блядь. Я тебя тоже хуёво слышу, блядь. Тоже хуёво тебя слышу, блядь. Слушай меня внимательно. Овца ебаная, блядь. Вы присылаете, вместо того, чтобы, блядь, нормальный заказ, блядь. Я при звании у Дмитрия Сергеевича. За ебёшься пыль золотать, блядь. Я вас очень плохо слышу. Соклятская морда, блядь. Мэля. Добрый день, Дмитрий Сергеевич. Ну, будем считать, что Дмитрий Сергеевич. Алексей, отдел консультации, компания «Вектор». Вы ранее нам звонили, не могли вам дозвониться. «Вектор» — это что такое? «Вектор» — это компания, от которой вы заказывали ножи. Алкогические ножи. «Вектор» — это компания, под которой вы закрываетесь при объебойстве людей. Ну, молодцы. Что? Да так, ничего. Мы открыли посылку, посмотрели. Вы же знаете, по закону Почты России, если нет описи, есть сомнение, что товар порченный, можно скрывать посылки с ордером на вскрытие. Там внутри лежало... С каким ордером и на ком основании вы открыли посылку? О, а вы не знаете законов Российской Федерации? А, я такое не знаю, нет. Ну, хуёво вы их знаете. Если посылка без описи, и у получателя есть сомнения, что содержимое посылки не было нарушено или было нарушено, он имеет право составить заявление на вскрытие посылки, что и было сделано. Угадайте, что мы нашли в посылке. А, я понял. Угадайте, что вы нашли в посылке. Мы нашли там кошачий наполнитель и один пиротинный кухонный ножичек с Алиэкспресс за 300 рублей. Угадаю, что вы не почитали. Отзывы, никаких кошачьих наполнителей там нет, а алтайские ножи. Алтайские залупа там. Алтайская там залупа. Посылка скрыта согласно ордеру. И вы отсосёте хуй, если посылка повреждена, потому что ордер был... Всё официально было произведено. Официально было произведено вскрытие. Хули ты мне лезешь, ядрила, блядь, ебаный. Когда это было? Когда это было вообще? Когда вы были на почте? Вчера мы были на почте. Вечером. Хорошо. Если вы говорите, что там не тот товар, у вас есть возможность подойти на почту, спотокопировать содержимое, прислать нам на почту, чтобы мы убедились. Это у вас есть возможность, блядь, показать видео запаковки, нахуй. У вас есть эта возможность. И она у вас была, это видео запаковки, посылки, прислать до того, как я сходил на почту. В общем, вы отсосали хуй, да? Какое видео? Вы звоните в интернет-магазин. Да, мы звоним в интернет-магазин. Дмитрий Сергеевич, вы так со своими друзьями будете общаться. Вы мне не трогайте никогда, вы просто так делаете. Ты сошёл твой хуй отец, блядь, и твоя мать мой хуй сосёт. Я ещё буду с друзьями так разговаривать, как с тобой, пидорасом. Ты чё, охуел, что ли, там? Лоха, блядь, во мне увидел. С своими кинцами, со своими кинцами так разговаривать. А какая Украина, о чём вы вообще говорите? Ну, откуда ты, пидор? Ты в зоне звонишь или с Украины? Какой ты грубый тип. Ну, а чё, блядь, мне с тобой ещё любезничать, что ли надо? Ты, блядь, меня кинуть, нахуй, хотел на четыре косаря, блядь. Все разговоры записываются, все разговоры записываются. Передай привет каналу, мошенники звонят по телефону. Да ваш канал вообще мне как бы до одного места. Дело не в этом. Дело в том, что вы заказали ножи, вы можете... Что угодно рассказывать. И посылка прибыла на почту. Вы говорите, что вы вскрыли. Кошачьи на поле. Скрыли, да? Для этого. Для этого. У нас есть юридическое отдел, которое занимается. Юридический отдел вас будет хуже. У нас всё. Серьёзно? Серьёзно? Серьёзно будет хуже. Ты такой стеклый герой Д'Артаньян или что? Да мы все тут Д'Артаньяны, блядь. А вы пидорасы, блядь. Ну, конечно. И вас опустили, вас сейчас опустили. Вас сейчас кинули. Вы хотели кинуть, а кинули в вас. Ну, как вы, блядь. Я не в праве, я не в праве грубить просто. Я не в праве грубить таким людям, да? Ты 400 рублей на доставке потерял. Ещё денег потеряли на телефонии на ебучей. И ещё денег потеряли, блядь, на этом кошачьем наполнителе. Представляешь, ты начальник ебать будет за то, что ущербно... Вы это будете всё рассказывать. Вы это всё будете рассказывать. В суде ваше дело переходит. В суде, в суде. Что, что, то дело передать? Нужно дело завести. Ты на что дело-то завёл, а? Заведём, дело в чём проблема? У нас уже дела заводишь. Слышь ты, ты у нас уже дела заводишь. Я дела не завожу, я менеджер, я менеджер. Так вот менеджер, засунь, батько, нахуй, свою мысль, блядь, про суд. Ты знаешь, что любой суд, любой суд, блядь, любой суд действует на основании документов. Документов. Какие между тобой и мной есть документы, а? Устная оферта, устная оферта. Устный хуй ты совсать будешь. Не существует устной оферты, блядь. Хуеплёк ты, ёбаный. Оферта, блядь, устная у него проснулась, блядь. Ты долбаёв, что ли? Договор купли-продажи есть, договор купли-продажи. Он оформляется исключительно в письменном виде, либо в виде кассового чека. А между тобой и мной нету договора купли-продажи. Хуепутала ты, устная. А что, есть то, что вы звоните, тупо грубите? А это вообще меня мистер ебёт. Во-первых, звонишь ты мне. Во-первых, ты мне звонишь. Ну, соответственно, потому что поскольку, когда она хочет, она не выгодна. А если ты мне звонишь, я имею право с телефонным хулиганом по своему телефонному аппарату разговаривать, как хочу. Могу его хуепотить. Какой хулиган? У нас интернет-магазин. У тебя нету никакого магазина, блядь. Ты разводишь, блядь, людей. И думаешь, сейчас ты, блядь, меня запугал, блядь. Я испугался. И постол наху тебе, блядь, оплачивать. Я не пугаю. Я не пугаю. Голубой ты, ёбаный. Все указано на сайте, информация. Адрес куда присылали? Ты обратил внимание? Все сказал. Я спрашиваю, адрес куда присылали. Обратил внимание? Ну, Московская область, Орехов, Зуева, улица Гагарина, 15, квартира 114. Ага. Это ваш адрес. Гагарина, 15, знаешь, что это такое? Откуда я знаю? УВД Орехов, Зуева. Ну, УВД? УВД. А, я понял. Значит, значит... А существует кабинет, знаешь, что такое? А не без разницы, что это? Вы жданы. Кабинет дежурного. Хорошо, вы оставили сотку. Дальше, все. Ну, значит, ты псих или что, дядя? Дядя, ты псих? Ты неадекватный человек, ближайший. Ты славил сосну, хуйца, по полной программе, да? А теперь смотри. Открываю тебе тайный секрет. Я не Дмитрий Сергеевич. Секрет открываю кому-то другому. Короче, Дмитрий Сергеевич. Ну, телефон-то звонково-то зарегистрировал. Ну, и что телефон, блядь? Ну, дальше, что? Ну, телефон, дальше, что? Ну, по телефону. Вы позвонили человеку, начали ещить лапшу на уши, блядь. Дальше, что? Лапшу? Да, лапшу. Ну, хорошо. Вы заявлено, вы заявлено, Дмитрий Сергеевич. Да мне похуй, что у тебя там происходит в голове, блядь, своей хохлятской. Что не взмерла Украина? Да я далек, да я далек от политики, мне вообще все равно. Какая политика, какая Украина? Какой говорят? Как? Ну, далек от политики и так далее. Крым чей? Крым чей? Мне все равно чей Крым. Вот, видишь, ты не россиянин. Ну, такие вот ведомые люди. Мы путали не россиянина. Не россиянин? Серьезно? Да. А есть люди, которые держат нейтралитет в политике и что дальше? Не нейтралитет, ты хуй будешь сосать, нейтралитет. Как только ты скажешь, блядь, что ты отчужден территорию, ты сразу начнешь по уголовной статье сосать хуй. А я кто? Я депутат, я депутат, я депутат или что? Ты не россиянин даже. Федрила ебаная. Да, ты можешь рассказывать, ты можешь рассказывать что угодно, мне интересно с тобой общаться. Но дело в том, что вот эти вот те все... Я тебя ловко развел, да? Я тебя кинул нахуй на посылочку. Никто никого не развел, не кинул. Ты заработаешь денег, а заработал ты хуй, да? Ну не получилось, представляете? Ну пошел-ка на данном этапе. Слушай, много вас в этом месяце уже кинуло таким образом. Ты не обратил внимания? Вот такие вот кидалы, вот такие вот неблагоднадежные клиенты. Такие кидалы попадаются. Вон вора, дубинку украл, да? Так это называется? Ты хотел кинуть, а тебя кинули. И смотри, это будет сейчас регулярно. Никто не кинул, никто не кинул. По накладной указаны алтайские ножи, прибыли на почту. То, что вы сейчас рассказываете свои сказки, то вы не знаете. Хули ты пиздишь, урод ебаный, блядь. Я специально, блядь, звонил, блядь, на тот номер, блядь, который вы скинули, чтобы убедиться, нахуй, что вы хую путали. И вы хую путали. Так вам с того номера. Я вам и перезванивал, я вам и перезванивал. Перезванивал. Потому что вы индивидуальный клиент, у нас клиентов много. Ты не перезванивал, ты только на те номера, которые у нас с тобой заранее засветились. Потому что я звонил тебе с других номеров, ты на них не перезванивал. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы закрываете. О чем говорит? Вы кидаете на рот, и когда они вам звонят с других телефонных номеров, вы начинаете их игнорить. А когда со своих кожи... Это всего лишь ваши доводы. То, что проблема, что это не всего лишь наши. Это не наши. Это вы наш рак. Его надо вырезать аккуратно. Химиотерапию прописывать. Дихлофосом травить. Вы рак вовсе. Да вырезайте кого угодно. Да, да. Да только по телефону такой герой. Да ты тоже только по телефону такой герой. Сидишь нахуй в Урине, блядь. И не эту самую, блядь. Вешаешь лапшу на аж. Я сижу в офисе, у нас магазин. Я сижу в офисе, у нас интернет-магазин. Мы работаем. Мы продаем качественные товары. Нет у вас магазина. У вас ни адреса нет. Дмитрий Сергеевич, зайдите. Дмитрий Сергеевич, на сайте указана информация. Есть ссылочка. На каком сайте? На каком? Диктуйте сайт, подписчикам будет интересно. Давайте, диктуйте. Диктуйте адрес сайта, подписчикам интересно будет. Подписчики, вот эти видео выкладывают на ютуб, так вам бан прилетит. Обязательно. Ваш Галина канал просто пойдет вообще в бан. Я в шоке. Вот люди занимаются байдой. Ну давай диктуй сайт, хуепутал. Че, обосрался? Нет. 24daysale.ru. В чем проблема? Сайт действует. 24... Там вы заказывали. 24daysale.ru. Давайте наберем. Дмитрий Сергеевич. Давайте наберем. Давайте наберем. Давайте наберем. Давайте наберем. Давайте. 24... Дейс... О, с мошенники написано. Ну ладно, мы сейчас это пока не будем. 24daysale.ru. Так. Домен зарегистрирован, припаркован. Нет, 24day.ru нету. Есть 24, наверное, сэл какой-то, да? 24daysale.ru. Ну все, написано. Там сразу мошенники, представляешь. Так, смотрим. А где написано? В смысле где? В пизде, блядь. Набери нахуй в гугле, блядь. Ты все увидишь. Так, смотрим. А значит, давай открываем. Сертификаты. Ой, что-то не открываются. Дипломы, что-то не открываются. Вы пиздите. Это же сайт одностраничной визитки. Ну и номер телефона, ничего. Одна кнопка только заказать. О-о-о-о. Да вы же поюплеты, пиздоболы. Во-первых. Да, конечно. Да, конечно. Где номер телефона-то обратной связи? Есть? Номер телефона вы сегодня звонили. Я на номере телефона. Где номер телефона-то? Вы два раза звонили. На сайте-то где номер телефона? Ты только что пиздил, что сайт ваш. Где номер телефона-то на сайте? Дмитрий Сергеевич, сайт наш. Сайт наш. Где номер телефона на сайте? Сайт наш. Сайт наш. Так. Сайт наш, где номер телефона-то? А вам номер телефона вас интересует? Номер телефона вам скинули. На сайте где? Алло. Алло. На который вы звонили. Алло. Алло, шо, алло. Алло, шо, алло. О, вот точно хорошо, боже, вылезная. Слушай, ну и чё, не получилось, да, развести Кацапа, да? Чё, Хохол, обломался? Дмитрий Сергеевич, в общем, если вы не окупаете свой закат, ваше дело переходит в юридическое дело компании. Да в юридические хуй себе засуете, а потом перетратите в юридическую пизду. Все разговоры, все данные, все данные разговоры передут. Вашими угрозами, блять, бесполезными. Ну, Хохол, ну научись, блять, уже действовать, блять, хватит угрожать, чтобы на пустом месте. Законный-то знаете. А у нас в квартире газ, а у вас? Никто не угрожает, абсолютно, абсолютно никто не угрожает. Так вот, по закону я имею права не выкупать товара, а лень, блять, закон защиты прав потребителя, мне позволяет не выкупать товар, хули ты мне угрожаешь, угрожалка, блять, не выросла, долбоёб. Закон защиты прав потребителя, почитай, блять. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот в Китае закон там написано, я имею право отказаться от товара в любой момент, любой, в любой момент имею право отказаться от товара. Даже до того, как я его, блять, купил, я имею право от него отказаться, хули ты мне угрожаешь, блять, хуепутало. Ну, должна быть какая-то обоснованная, да, обоснованная причина, и всё. Я тебе обоснованную причину назвал, не хочу, всё. В законе защиты прав потребителя написано, не хочу, достаточно, чтобы не покупать товар. Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Сергеевич, я вас оповесил о том, что поскольку переходит и ваше дело в юридическое дело, дальше с кроме общайтесь, общайтесь, вы не можете принуждать гражданина к приобретению любого товара, блять. Вы долбоёбы, что ли. Вам закон не вели. Так как вы общаетесь, вы себя проявляете как неблагодержный клиент, как фейковый звук. Да мне похуй, что, блять, там у тебя проявилось. Мне похуй, что у тебя проявилось, ты не понимаешь этого. Я имею право не покупать нихуя во мне. Дмитрий Сергеевич, вам всего доброго, вам хорошего, вам хорошего дня, здоровья, удачи, терпения. Не могу пожелать тебе того же самого хохол. Субтитры сделал DimaTorzok